Братья и сестры, давайте откроем послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, пятнадцатая глава. Десятый стих. Но благодатью Божией есть то, что есть. Вот эти слова. Благодатью Божией есть то, что есть. Даже в русском языке, если мы хорошо знаем русский, нам не совсем понятно смысл. Поэтому читаем чуть-чуть выше. Девятый стих. Ибо я наименьший из апостолов, и не достой называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне не было тщетно. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Итак, апостол Павел дает чуть-чуть больше. Он говорит, что я в прошлом гнал церковь Божью. Я не достоин называться апостолом. Я самый, написано здесь, я наименьший из апостолов. Не достоин быть апостолом. Я гнал церковь Божью. Я делал что-то ужасное. И следующий стих. Но благодатью Божией я есть то, что есть. Вот эти вот слова говорят о том, что вот стоит апостол Павел и говорит, все, кто я есть сейчас, что я собой представляю сейчас, это не продукт образования, не продукт моего труда, самовоспитания, самообразования, самоусовершенствования. То, кто я есть, что я есть сейчас, апостол Божий, это результат исключительно Божьей благодати. Не моего воспитания, не моего происхождения, не моего образования или моих трудов. Кто я есть, это результат Божьей благодати. И он говорит, благодать Божья не была тщетно принята мною. Давайте прочитаем с первого стиха этой главы. 15 глава Коринфянам, первый стих. Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и принялись, которым утвердились, которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Честно говоря, первые два стиха мне уже доставляют большую проблему с кальвинизмом, предопределением и невозможности потерять спасение. Итак, здесь о чем идет речь? Еще раз. Напоминаем Евангелие, которым вы приняли, в котором вы утвердились, которым вы и спасаетесь. И дальше сладится такое слово, условное, condition, и если. Если то, что вы приняли. Если то, в чем вы утвердились, вы удерживаете, написано, если удерживаете, так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Вот это слово, последние эти стиха, тщетно уверовать. In vain. Напрасно. Я помню, я был студентом в советское время, я учился в университете, технологическом университете, и я помню, мы делали диплом. Диплом делали. И был один студент нашей группы, который сорвался. Просто сорвался. Вот перед самым выпускным, перед защитой диплома, он взял все, порвал. Все порвал, всю свою работу, все порвал, порвал и выбросил. Говорит, не хочу, надоело. Вы представляете, пять лет университета. Столько тестов, столько уроков, курсовые, экзамены. И потом на выпускном, представьте, на защите диплома, перед защитой, он взял все, порвал и выбросил. К нему уже приходит его, ну, кто ведет дипломную работу, говорит, слушай, ну, приди. Приди. Я знаю, что ты его сделал диплом. Просто приди. Ну, постой там, скажи что-нибудь. Мы тебе как-то там потом перепишешь, напишешь там что-нибудь тебе. Нет, не хочу. Не хочу. Пять лет хождения по мукам, да, в университете. И надоело. Не хочет больше. И все. Был такой момент тоже один. Ну, это реальная история. Сдали родители в музыкальную школу. Сдали в музыкальную школу. Игра. Я не помню, скрипка или пиано. Ну, учитель хороший, очень хороший. Ребенок тоже хороший. И платит. Он учится, учится. Потом через какое-то время преподаватель говорит, слушайте, я хочу вам быть честным. У вашего ребенка ничего музыкального нет. Какой-то зверь на ухо наступил, слуха нету, голоса нету, ничего нету. Не тратьте зря деньги. Не тратьте зря время. Ему лучше другим заниматься, чем скрипкой. Ну, родители упорные, платят, платят, учат его. Потом ему надоело. И он сказал, no more. Напрасно. Представьте, напрасно ходить в университет, напрасно ходить в музыкальную школу. Ну, бывают такие случаи. Но это не так страшно, как о чем здесь говорит Писание. Если только не тщетно уверовали. Представьте себе, уверовать, прийти к Господу, ходить в церковь, посвятить этому жизнь. И Библия говорит, очень серьезное предостережение. Если только не напрасно. Не напрасно. Еще раз. Если только не тщетно уверовали. Дальше, третий стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то, что Иисус умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, что явился Киеве, потом двенадцатим, потом явился более нежели пятьсот братьям в одно время, из которых большая часть Данини в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолов. Итак, восьмой стих. После всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьшен из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодатью его во мне не было тщетно. Помните, мы немножко начали тщетно уверовать и тщетно принять Божью благодать. И благодать его во мне не было тщетно. Итак, еще раз. Он немножко о себе больше говорит. Он называет себя в восьмом стихе. Он явился мне извергу. Я надеюсь, что вы верующие люди, и вы не употребляете это слово, обращаясь к кому-то. Правда, да? Или вы кого-то встречали в церкви и говорили, изверг. Нет? Я надеюсь, нет. Все братья и сестры. Так вот, этот человек называет себя изверг. В украинском языке недородок. Так, че не? И в английском, по-моему, тоже недоношенный. Am I right? Окей. Да, close to you. Что-то, что-то серьезная проблема. Но в русском языке просто впечатляет. Он называет себя изверг. Это очень-очень серьезно. И он говорил, что он явился мне. Заметьте, кому он являлся. Он являлся апостолом, учениками Иисуса Христа, предизбранным, верным свидетелем, которых он избрал, которые ходили с ним. И тут в эту компанию попадает изверг, гонитель, хулитель. И он говорит, что я был таким. Но благодатью Божией есть то, что я есть. Еще один текст, это послание к Галатам, первая глава. Послание к Галатам, апостол Павел дает в этом послании какую-то большую информацию о себе, которой он не говорит в других посланиях. Он говорит о себе намного больше. И в послании Галата мы можем апостоле Павле прочитать то, что мы не находим даже в книге Дианисских апостолов. Итак, читаем. Первая глава, 13 стих. Вы слышали о моем прежнем образе жизни. Заметьте, прежний образ жизни. Прежний. Это прошло. Прежний образ жизни. В Иудействе. Что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее. Он говорит, что он гнал, опустошал. Если мы почитаем День апостолов, как он говорит о себе, или Евангелист Лука пишет о нем, он говорит, что он терзал церковь Божью. Представьте себе, терзать Божью церковь. Опустошал ее. Так? Написано, что он дышал угрозами и убийством. Дышать угрозами и убийством. Встретить такого человека на пути опасно. Это, наверное, Гитлер, Сталин в одном лице. Настолько он был жесток. Написано, что он влочил мужчин и женщин в суд. Даже когда он принуждал их хулить имя Иисуса. Когда их убивали, он прыгал от радости и хлопал в ладоши. Он подавал голос. Он был свидетелем избивания камнями Стефана. Это был такой страшный человек. Это был сосуд дьявольский. Он терзал и опустошал Церковь Божия. В нашем понимании, какой он имел шанс стать апостолом? Святым Божьим человеком. Самым известным из апостолов. Самым благословенным из апостолов. Самым продуктивным автором Нового Завета, который напишет большинство посланий. Сформирует теологию Новозаветной Церкви. Апостол Павел. И вот на дороге Дамаск. На дороге Дамаск. Что-то произошло. Итак, смотрите. Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. Преуспевал ее в действии. 14 стих. 1 глава Галата. Боли моих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Тогда я не стал уже советоваться с плотью и с кровью. Итак, здесь апостол Павел говорит, что Бог пожелал в хулители, в гонители, в обидчики, которые терзал, опустошал, убивал, подавал голос, схулил имя Иисуса. Бог пожелал призвать его своей благодать. Бог пожелал открыть в нем хулители, гонители, обидчики сына своего Иисуса Христа. Я немножко, я люблю историю. И одна из часть, которую я тоже люблю, это история искусств. И искусство, особенно средневековья, оно поражает своей красотой. Один из самых известных мастеров средневековья это Микеланджело. И вот ему принадлежат и картины, и росписи, и фрески, и скульптуры. Да, вот его роспись в соборе Святого Петра, кто был в Италии, в Ватикане, в Риме, то это захватывает вздох даже. Там мне говорят, возле ворот Святого Петра Церкви, возле деревьев, стоят ашеры, которых работа восемь часов в день просить, чтобы люди не останавливались. Пожалуйста, не останавливайтесь, вдохните, выдохните, проходите дальше. Потому что человек, который заходит с опор Петра и поднимает взор к потолку, он останавливается. У него захватывает дыхание, он забывает, как дышать. Это поражает его взор. Такой шедевр. Картины, потолок, ну не смотрите сюда, но это не здесь, это не здесь. Это там, Сикстинская капелла. Кроме этого, у него есть еще шедевр один, несколько, это скульптура. Это Моисей. Вспомните, да, вот кто помнит или гугл it, you can do it, Моисей Микеланджело. Вот посмотрите на эту мраморную фигуру. Два с половиной метра сидящий Моисей, его взор, его борода, его волосы, horns, помните, да, у него там же благодаря Вулгейт, да, переводы у него horns появились, и весь, 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 внимание, все, это его лицо, его взгляд, его голос, его, его глаза, его порыв. Когда мы смотрим на Моисея Микеланджело, мы видим в нем закон, реально, 10 заповедей. Мы видим в нем строгость закона, мы видим в нем характер Моисея. Вот Микеланджело смог вложить в этот камень мрамора, он мог вложить вот этого Моисея. Когда у него спрашивали, как же ты смог, вот, что побудило тебя, как ты смог сделать такой шедевр, он говорит, piece of cake, очень easy, очень просто. Я взял простой камень, и все, что не было там Моисея, я все отбил. Я посмотрел на него и определил, что там много, что есть не Моисей. И я взял зубилый молоток, и все, что не Моисей, я с этого камня отбил. И там остался один Моисей. Понимаете, что это напоминает? Это напоминает нашу судьбу, вашу судьбу, твою судьбу и судьбу Павла. Есть местописание, пророк древний говорит, что посмотрите на скалу, а с которой вы отсечены. Была скала, и Бог отсек, как гранит, как этот мрамор тебя и меня от этой скалы греха. И дальше в этом бесформленном, непонятном, неподходящем камне он решил отобразить. И вот здесь апостол Павел говорит в послании Галатам, он решил во мне не Моисея отразить, а Христа, Сына Божия. Поэтому Бог взял в руки молоток, зубила, инструменты и начал меня обтесывать. И начал все, что не Моисея, и все, что не Христос, убирать с этого камня. У него еще, у Микеланджело, есть еще один шедевр. Это Давид. Ну, точно вы уже знаете. Давида, вы помните, хорошо? Вообще-то, это гигантская фигура. Гигантская фигура, пять с половиной метра. По его задумке, он выжил в два раза, чем Голиаф. Почти. В два раза. Он решил его сделать не маленьким Давидиком, таким, тинейджер, лет 12, да? Он решил его сделать большим. И он взял и три года работал. Что интересно, история скульптуры Давида. Если поставить Моисея и Давидом рядом, поверьте, слепой не спутает кто есть кто. Моисей не похож на Давида. Давид точно не Моисей. Они разные. Посмотря на Давида, мы видим молодость. Мы видим решительность. В то время были разные фигуры Давида, в основном, когда он уже победил Голиафа. Но задумка Микеланджело была в том, чтобы сделать Давида идущего на борьбу, на войну, на битву с Голиафом. Он выразил в его лице, в его взгляде, в его походке решительность, уверенность, готовность к сражению. И уверенность в победе. Давид. Вообще-то над этой фигурой работало три мастера. Это была огромная глыба мраморная, которой один мастер начал работать и работал 10 лет и чуть-чуть сделал ноги. И потом сказал, материал неподходящий, он дает какие-то кракс, трещины, поэтому он отказывается работать. Взялся другой мастер, который решил заработать и все-таки докончить дело. Он попробовал, попробовал, поработал с этим камнем и говорит, камень неподходящий, с него ничего не получится, это просто пустое вложение. Когда позвали этого молодого Микеланджело, он сказал, да, материал не очень, но я постараюсь, но я постараюсь. И он постарался. И то, что мы видим, Давида во Флоренции, это он постарался. Еще одна фигура у него есть, это коленопреклоненный ангел. Дело в том, что обычно Микеланджело выбирал сам камень. Он шел в карьер, ехал туда, в Тосканию и в другие места, где высекали мраморные глыбы. И он сам выбирал материал для своей работы. И вот когда он не нашел ничего подходящего в этой каменоломне, на выходе один раз он остановился возле какого-то небольшого куска такого отхода. И он стоял возле него как завороженный. Говорят, что он стоял возле него несколько часов. Смотрел на этот камень. К этому говорят, ну что ты в нем увидел? Он говорит, я увидел в нем ангела Божия. И сейчас время «Коленопреклоненный ангел». Шедевр работы Микеланджело. Вы понимаете, что могут сделать люди, имеющие Божий дар? Они могут сделать с того, с отходов, с непригодного материала, могут сделать шедевр. Итак, давайте посмотрим еще раз прежний образ жизни. Кто такой был Савву? Хулитель, гонитель, обидчик, дышал угрозами, убийством на учеников, терзал, опустошал церковь Божью, подавал голос на убийство, хулил имя Иисуса. Подходящий ли материал для апостола? Все бы сказали нет. Но написано Бог, призвавший своей благодатью, благодать это значит нет заслуг. Что сделал доброго Савву, чтобы его призвал Господь? Ничего. Его родители? Ничего. Ничего. Это было изумительное amazing grace, когда Бог позвал его Савву, Савву, что ты гонишь меня? Я знаю, что вы изучаете у вас Тимофей, послание к Тимофею. Давайте еще первую главу Тимофея откроем. Первая глава Тимофею, 12 стих. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение. Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. но для того я и помилован, чтобы Христос Иисус во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни. О чем здесь опять повторяет апостол Павел? О Божьей благодати. О Божьей благодати. Он говорит, что благодать Божья открылась во мне обильно. Опять он называет себя здесь хулитель, гонитель, обидчик. Но благодать же Божья 14 стих открылась во мне. Помните Галатам он говорит, что Бог желал благодатью открыть в нем Христа Иисуса. В Галатам в Коринфянам он говорит, что благодать Божья не была тщетно принята мною. Не напрасно. Благодать Божья призвала меня. Благодатью Божьей Он позвал меня на дороге Дамаск. И благодать Божья не остановилась. Она продолжала работать, чтобы из этого хулителя, гонителя, обидчика сделать апостола. Итак, он говорит здесь 15 стих, что Христос пришел в мир спасти грешников. И дальше он говорит, из которых я первый. Как вы думаете, он имеет ввиду, что он первый, то есть хороший грешник, или первый, значит самый последний грешник. Потому что первый мы обычно понимаем, ну, что-то первый грешник или последний грешник. Ну, наверное, все-таки наше понимание поменялось, и здесь имеет ввиду, что он самый последний грешник, самый из грешников грешник. Он самый худший грешник. И Бог пожелал, я хочу показать пример моей благодати, что делает моя благодать. Я хочу показать пример. И это не исключение. Это не просто я постараюсь над одним. Это то, что я хочу делать с каждым. Я хочу показать вам не исключение, а пример моей благодати. Читаем здесь. Из которых я первый. Но для того я и помиловал, чтобы Христос Иисус во мне первым показал все долготерпение в пример всем, которые будут веровать в Него к вечной жизни. То есть по-настоящему, на самом деле, что Бог говорит через жизнь апостола Павла? Бог говорит, это пример. Это то, как я работаю. Бог не работает по-другому. И Божья благодать не работает по-другому. Некоторые думают, что, ну, бывает такое, the construction, топорная работа. Размахнулся, ударил кувалдой направо, налево, щепки полетели, все, шедевр готов. Это тонкая работа. Это очень-очень незаметная работа. Когда он три с половиной года работал над фигурой около трех лет Давида, то приходили и смотрели. И говорят, слушай, я был две недели назад, два месяца назад. Я не вижу, что ты вообще что-то делаешь. Он говорит, ты тут не видишь, но я работаю над Давидом каждый день в 12 часов. Люди не замечали. Это медленная работа. Из мрамора, из мрамора сделать глыбы, сделать Давида, это кропотливая работа. Это трудная работа. Но Библия говорит, называет нас живых камнями. Но поверьте, с живым камнем работать сложнее, чем с таким мрамором. Потому что мрамор не возмущается, в рамор не жалуется, в рамор не бунтует, не сопротивляется. Но живые камни, вы и я, нам не всегда нравится работа Божьей благодати. Конечно, мы восторгаемся хорошему пению, хорошему поклонению, хорошей музыке, хорошему свету, слову. Нам так нравится. Но Божья работа над нами не заканчивается здесь, когда мы поем поклонение, когда мы слушаем проповедь или когда мы молимся. Божья благодать работает над нами, когда мы в понедельник пойдем на работу, и у нас такой негодный босс. И это Божья благодать, которая работает над нами. Или у нас такие непослушные дети. А если бы ты знал моего мужа или жену, она меня пилит, пилит, пилит. Но благодатью Божией есть то, что я есть. Апостол Павел сказал, что я стою здесь, это результат Божьей благодати. Бог работал над ним, работал над ним. Это не был год, это не было два. Это были года, прежде чем Бог сказал, отделите мне Варнава, Варнаву и Савлу на дело, которое я избрал. Божья благодать работала в его жизни. И дальше здесь он интересно говорит, Бог показал долготерпение. Долготерпение не только, когда он нал церковь Божью, а когда он стал новобращенным христианином. Когда он только пришел в церковь. Когда его надо было воспитывать и нянчить. Бог показал свое долготерпение. Галатам 2.20. Еще один очень важный стих. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу во плоти, не по плоти, а во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, не живу я и уже. Вот эти слова, и уже не я живу, это говорит процесс. Это говорится, что в этом камне Небесный мастер увидел не ангела, не Давида, не Моисея. В тебе и во мне Господь желает отразить Христа Иисуса, Его красоту, Его характер, Его натуру, Его любовь, Его долготерпение. Поэтому Он дает нам свое слово, свой дух. Поэтому мы приходим в церковь. Поэтому у нас есть близкие, родные, друзья. И поэтому, когда мы в закрытой двери или в большом собрании, мы преклоняем колени и... Amazing grace. Божья благодать работает над нами. И благодать Его не была тщетно принята Мною. Помните послание Коринфянам? Апостол Павел говорит, уведомляю вас о благодати данным церквам македонским, чтобы благодать Божья не была тщетно, напрасно. In vain принята вами. Чтобы благодать, она сделала какой-то результат. Благодать Божья, милость Божья. Когда мы приходим вновь и вновь, или с покаянием, мы где-то упали, мы где-то споткнулись, но благодать Божья меняет нас. Она не только спасает, она не только научает, она меняет нас, изменяет нас. Еще раз. Благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его не была тщетно принята Мною. И эта молитва моя нужда и Божья воля для каждого из нас. Бог показал пример работы мастера над хулителем, гонителем, обидчиком, савлом. И Бог показал пример всем, для всех. Вот так работает моя благодать. Господи, а Ты меня можешь поменять? А моего мужа можешь поменять? Ну, сначала меня, потом мужа, или мужа, потом меня. Моих детей, пастора. Да. Божья благодать. Amazing grace. How sweet the sound. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound. Давайте мы в Божьем присутствии просто воздадим Богу славу. Бог достоин всей славы. Аллелуя. Аллелуя. Субтитры создавал DimaTorzok